Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков, и сегодня я хотел бы поговорить о Яндекс.Эфире. Совершенно недавно я завел канал на Яндекс.Эфире, до этого у меня существует и существовало, и надеюсь будет существовать, 5 каналов на Яндекс.Дзен, 2 канала на Ютубе, 3 из этого всего перечисленного, оно реально работает, реально приносит, что-то в процессе. Ну а речь о Яндекс.Эфире, о моем опыте. Очень часто, когда ты заливаешь видео в Яндекс.Эфир, особенно часто, когда ты заливаешь его с тех ресурсов, которые у тебя до этого существовали, существует с Ютуба, с Дзена, нередко твое видео берут и не то что банят, не пускают в эфир, то есть ограничивают. Существует, на мой взгляд, 3 способа, как же нужно поступить в этой ситуации. Способ первый. Самый простой, самый элементарный. Сомневаешься, не делай. Берешь, если там красный значок висит, удаляешь это видео. Поначалу я также поступал на Яндекс.Дзен, не зная, что делать, но потом я понял, что можно все-таки разобраться, в чем же дело. Да и хотелось разобраться, все-таки там твои труды, как это так в видео, вроде оно ничего не нарушает, как тебе кажется, к чему плохому не призывает, несет разумное, доброе, вечное, да, и вдруг оно заблокировано. Способ второй. Там в Яндекс.Эфире, когда заходишь в это твое видео, читаешь все эти правила, которые ты не должен нарушать, читаешь, 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 и в конце вылезает окошечко с возможностью обратиться в службу поддержки. Размещаешь там свою почту, размещаешь ссылку на данное видео или же на свой канал, лучше внести скрин, сделать фотографию того самого проблемного объекта, проблемного видео, ну и описать кратко свою проблему. Лучше не загружать службу поддержки, у них очень много информации, на Яндекс.Эфире появляются все новые люди, это новый организм, он перенастраивается, и так попросить перепроверьте мое видео еще раз. Ну, если хотите выяснить более подробно, конечно, можно написать, вступить в диалог и так далее, но не всегда это конструктивно и дает результаты, поэтому лучше написать коротко и ясно. Перепроверьте, пожалуйста. И способ номер три, на мой взгляд, более простой, не беспокоя службу, что называется, поддержки, взять и самостоятельно изучить свое видео, проверить наличие, отсутствие ошибок, выяснить, есть ли у вас перекрестные ссылки. Вот такая вещь, на которой люди горят и летят, что видео должно быть, если оно взято с других ресурсов, как часто стал делать я, да, я издаю видео вначале в Яндекс.Дзене, потом пускаю его в Ютуб, а потом в Яндекс.Эфир. Вот такой тройной удар. И если видео взято с других ресурсов, ты просто устанавливаешь не только перекрестные ссылки на канале, но и на всякий случай под видео я рекомендую установить, что данное видео взято с моего канала, там, такого-то, присутствует на таком-то канале. И ссылку прямо под видео, либо на видео, либо на сам канал. Это поможет системе разобраться, что вы видео это не заимствовали, что оно заимствовано правильно, что все в порядке. Короче говоря, способ третий, а то я заболтался, заключается в том, что вы самостоятельно, не беспокоя службу поддержки, исправляете нарушение, да, снова заливаете это видео, отправляете его на проверку. И чаще всего, если оно не содержит ничего плохого, если дело было в этих ссылках, грамматических ошибках или в чем-то подобном, то оно идет в эфир и радует вас, и приносят вам, что называется, денюжку. Буду делиться дальше своим опытом, мне самому интересно узнать об Яндекс.Эфире побольше. Если кто-то уже владеет этой информацией или знает, где этот источник знаний, не откажусь от ссылок, от информации, с удовольствием перейду, почитаю, посмотрю, ознакомлюсь, изучу. Ведь информация, кто владеет информацией, тот владеет миром. Одна из таких великих фраз, произнесенных кем-то когда-то. Ладно, заболтался я всем. Счастья, мира и добра. До свидания. Ура. Поддержите артиста. Подпишитесь на мой канал. Пока-пока. Подпишитесь на мой канал.